Всем привет! Решила снять сборное видео закупки осени, потому что они мне приходили частями, и я во влогах показывала. Смотрите мои влоги, там всё оперативнее я показываю, распаковочки. И начну я, пожалуй, с мифа. Пришли мне две книжечки. Очень, 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 очень классная вот эта книга. Старший её схватил, и потом у меня, прям я во влоге показывала, Костя сам читал для Димы, потому что сказал, мама, Диме, нужно это прочитать, можно я это сделаю. Это впервые в жизни, скажите, это того стоит. Она сделана в виде комиксов и рассказывает про разные наши приборы, которые нас окружают. И сделано это в весёлом таком формате, видите, такой голубочек, который со странички на страничку перескакивает. И действительно, эта книжечка очень-очень мне понравилась. Я сейчас делаю такую подборку подобных книг про компьютеры. Хочу как-то тему такую обобщённую сделать про современный мир, чему нужно научить ребёнка. Но я думаю, что достаточно полистала я, и вы составили своё мнение, что действительно это ребёнку интересные темы интересные. Правда, у меня теперь ребёнок просит квадрокоптер младший, и он так этим вдохновился. И, кстати говоря, здесь есть картинка «Я робот», есть такой фильм «Я робот» про границу того, что когда роботы станут умнее человека, и вот она, эта картинка. И я показала Косте этот фильм «Я робот» благодаря этой книге. То есть, ну, я считаю, что это как «Матрица», такой же фильм, который, ну, нужно, да, то есть этаповые фильмы, которые каждый человек должен посмотреть для того, чтобы составить своё мнение. Так что, ребята, вот прям научный комикс, это обязательно должно быть в библиотеке у современного ребёнка. Ну, потому что это нас начинает всё окружать. И вторая книга. Вот такая вот. О, видите, какая такая книга. Я завороженно смотрю на эти глаза. Они действительно заворожены. Опять же, расчёт на старшего у меня была эта книга, потому что он увлекается фэнтези, и фэнтези они всё равно берут истоками мифы. И про эти мифы хотелось бы узнать. Не так много мифологических книг. И здесь очень собраны вот какие-то вот эти все мифологические существа разных стран и народов разных миров. Но смотреть её, честно говоря, жутковато иногда. Я даже её немножко прячу от Димы, потому что, ну, вот знаете, какие-то вот эти вот все животные, все вот эти вот мифические существа, они только для зрелого мозга. И, честно говоря, вот иллюстрации, я вот после вот этой иллюстрации, которая, ну, просто она какая-то зловещая, не знаю, но она завораживает, она действительно. Думала, что и здесь будет, но она сделана в таком спокойном стиле и какой-то своеобразной. Вот, например, Баба Яга, да, вы видите, как она здесь нарисована. То есть они какие-то необычные в каком-то своём стиле, но что-то я вот ориентировалась на первую картинку и не совсем поняла. Ещё о Йоках, видите? То есть разные-разные культуры, от разных культур собраны вот эти мифы. Ну, Костя её зачитался, надо сказать, хотя я её вот даже боюсь читать, хотя очень интересно. Бразилия, видите, Скандинавия, о русалках, видите, всё. Вот разные-разные мифы, смотрите, видите, как слон, как какой-то очень даже, да, захватывает такие, такое чтение своеобразное. Всё, всё не то, чем кажется. То есть преобразование. Ещё и, ой, Эквадор. То есть, ну, каждый народ, у него у всех есть вот эти вот мифы. И, конечно, это очень интересно. И пришла мне вот посылочка Сазона. А, вот эту сначала быстро скажу, потому что я показывала прописи, и вместе с прописями мне пришли две книжечки. «Слепая осень» Ушинский. Великолепнейшая, конечно, история. Ну, история доброты. История доброты. Такое кратное чтение. И сейчас у меня на прочтении. Если с ребёнком трудно, прям пару неделечек мне осталось, чтобы дочитать, и я хочу сделать тему. Я уже несколько раз говорила, что я хочу. Но я ждала вот этих книжечек. Всё-таки. Но я не знаю, успею я прочитать. У меня такое ощущение, что я отдельно сделаю обзор, потому что это Никитины. Я смотрела, чтобы было переиздание. Ну, вот не знаю, хочу я их прочитать, хочу я одолеть, потому что я теоретически знаю там основы. Но я не читала саму книгу. Я решила, что пришло то время, когда нужно прочитать Никитина. Да. Так что это мамино чтение такое, которое помогает ей справляться со своим ребёнком. Ох-ох-ох. И сейчас пришла Сазона мне посылочка. Вот такие книжечки. Моя цель, мне понравилась, значит, двойная цель от этой книжки, это серия книг. Видите, здесь есть книжка. Моя книжка хочет спать. Моя книжка влюбилась. Мои книжки страшно. Очень интересная серия сделана в Польше. Почему в Польше, непонятно. Ну, неважно. Очень интересная серия. У нас вот сейчас какая-то эмоция, злость, она как бы отрабатывается. То есть, Дима, знаете, ему нравится. То есть, ему как нравится, там, нравился нигилизм. Сейчас нам нравится так, вот так, порычать. Поэтому я хочу, ну, вот через эту эмоцию нужно как-то перерасти. И я думаю, что эта книжечка нам поможет. И в этой книге письменные буквы. То есть, две задачи. Потому что мы переходим на письменные. И вот книг с письменным шрифтом мало. О, как серица. Оставь ее. Пусть она побудет одна. Положи ее в уголок и подожди. То есть, как вот с теми, кто злится, да? Как вот себя вести. Я думаю, что это очень хорошая книжечка. Очень-очень даже неплохая. Хотя она небольшая. И не очень дешевая. Поэтому я не всю серию, а только вот одну взяла. Потому что, ну, из остальных, мне кажется, мы выросли. Переиздалась книжечка. Я про нее говорила. Точка-точка-два крючочка. Почему я ее хотела? Вот смотрите, видите, здесь есть какие вещи. Быстро-медленно, быстро-медленно. Разная скорость написания. Про ритминку я говорила. Под наклоном. Короткие слова. Под наклоном. Штриховка. Вот прямые линии. Потому что не так много. Сколько я смотрю прямых линий, не так много. Вот прямые линии. Ну, и простые. Вот видите, тоже такие. Дальше, видите, заштриховка. Темнее, светлее, темнее. Задание. Животные. Вот видите, вот это вот. Кто-то меня спрашивал. Не хотим прописи писать. Ну, вот такие вот обводилки. Вот здесь вот обвести. Тоже прописи. Вот здесь вот обвести. Фломастером даже, да. И уже ручка тренируется. Жука. Вот. Овальчики. Тренировать овальчики. Очень хорошо. Видите, вот пошла штриховка. Это художественная тоже подготовка. Вы не думайте, что это все просто так. Вот быстро-медленно опять задание. То есть она действительно мне очень нравится. Вот это вот. Я ее ждала, потому что она не переиздавалась. Кто-то меня спрашивал. Девочки, я не могу на все издательства оставлять. Потому что я купила в Озоне. Я в лабиринте таки не видела. Кто-то. Вот я не видела в лабиринте. Они не везде есть. То есть вот как-то кто-то на чем специализируется, тот что и продает. И вот эту книгу я ждала, что она переиздается. И я ее взяла последнюю. Не знаю, если кто-то будет опять ждать. Но просто она мне очень нравится. Поющие друзья. И я ее хотела. Я ее хотела. Вот. Как-то. Видите, такая музыка. Такая музыкальная история. Очень хорошая история. Поэтому я ее с удовольствием рекомендую. И все-таки. Все-таки. Я про эту книгу узнала, когда я уже... Мне показалось, чтобы возраст преодолели. Но я решила, что я ее возьму. Все-таки. Это многоразовая обводилка. И все-таки я решила, что... Да пусть. Не так мы далеко от нее выросли. Мне кажется, ему будет интересно. Все это будет интересно. Все-таки формат книги мне нравится. И я посмотрела у Шевелева. Очень много вот этих развивающих тетрадей. Там целая серия. И мне кажется, что... Вот это мы тоже еще пообводим. Вполне себе для тренировки руки. И вот здесь мы пообводим. В общем, я считаю, что это очень удачное издание. Ну, вот такие вот книжечки осенью ко мне прибыли. Они просто великолепные книжечки. Поэтому я про них решила, что я все-таки их соберу. Все вместе. Ну, и последнее, но тем не менее, не менее важное. Это вот я купила вот такие вот новогодние поделки. Новогодние поделочки. Ну, очень простые. С наклейками. Не знаю, буду ли я закупать новогодние книги. Я смотрю обзоры. Вроде у меня есть какие-то новогодние книги. Истории. И читать много. Ну, чего-то хочется мне. Посмотрим. Будет ли у меня продолжение новогодней темы. И будут ли еще закупки. Поэтому вот такая вот закупка осенняя. Да, разная. Всего по чуть-чуть. Но, видите, опять набралось очень много. И достаточно неплохой обзорчик у меня все это собралось. Всем пока. Это Таня Матаня. Выбирайте хорошие книги. Желаю вам в этом успехов. Я надеюсь, что мой обзорчик был для вас полезен. И вы что-то себе присмотрели из моих книжечек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok